и снова всем welcome это снова я на этот раз речь у нас пойдет про автомобили в японии про то стоит ли покупать или лучше арендовать автомобиль в японии и про отношение японцев к автомобилям в целом начнем с того что в японии в японии автомобили приобретают люди только для какой-то определенной цели то есть тут такого нет как в россии чтобы было приобретает непосредственно для например передвижения на работу или обратно либо же чтобы забирать там детей там отвозить детей там садик или куда еще покупают ли японцы автомобили скажи вам да покупают но не в основном это не те кто живут в токио то есть это люди кто живет за пределами токио либо же где-то подальше в деревнях либо же если они живут где-то рядом с большим городом в каком-то пригороде но при этом у них очень плохо с транспортом да в этом случае люди покупают но если же транспортная система в этом районе где они живут развита хорошо то в этом случае они не покупают машину а пользуются общественным транспортом с чем это связано ну во первых вот одна из причин это недостаточное количество парковок парковочных мест как вы видите вот например в этом за районе всего шесть парков парковочных мест а квартир в этом доме 8 при этом в каждой квартире квартире ну как бы живет практически семья здесь вот например да один дом и у него тоже одно максимум два парковочных места то есть в этом доме да можно иметь машину то есть но если у вас например рядом с домом нет парковки то в этом случае вам придется снимать где-то парковочное место например там time times там еще какие-то парковки есть в японии популярные и это все стоит недешево например 100 в токио цена за парковочное место в месяц стоит но порядка 30 тысяч йен вот 30 тысяч йен это на рубли переводить 15 тысяч рублей в месяц это средняя цена за парковочное место в токио при этом зависит еще от района если район там примеру густозаселенные то цены могут еще больше быть из-за этого люди не покупают автомобили пользуются общественным транспортом хотя они могут себе позволить купить автомобиль но это лишние расходы а в японии как принято считают деньги и не тратится на лишние всякие вещи обычно там копит все как бы вот и получается что чтобы купить автомобиль вам нужно сначала найти парковочное место это прописано в законе следовательно если нет парковочного места вам просто автомобиль не продадут вот и все второй вариант то есть для чего нужен автомобиль к примеру если человек живет в частном доме ему надо ездить на работу куда-то далеко либо же наоборот он живет где-то например в пригороде а работа у него где-то там далеко в полях куда не ездит транспорт вообще никакой то есть то в этом случае он покупает тоже автомобиль чтобы ему ездить до работы обратно естественно покупка автомобиля там может субсидироваться от компании если этот ну как бы хорошая компания он работает на постоянке она может субсидироваться но иногда нет иногда нет вот мы видим здесь вот вот как видно да у некоторых домов вот есть парковочные места места очень мало но здесь еще более-менее а вот есть районы где место даже вот для автомобиля очень ограничено поэтому люди покупают автомобиль не тот который хотят купить а тот который поместится на их парковки которые они нашли или которого их него дома поэтому в этом плане здесь немного сложнее как бы с покупкой автомобиля и многие японцы просто не хотят заморачиваться на эту тему и не хотят покупать скажем так те автомобили которые им не нравится вот поэтому даже имея парковочное место но некоторые люди ими просто не пользуются до них например она вот есть как вот здесь например да вот видно немного расчищена все но они начинают здесь вот ставить вот из горшочки там туда-сюда может быть у них машина здесь и вместе со какая-то но небольшая как видите тут место то вообще как бы всего два с половиной метра может максимум 3 то есть или как вот вот здесь это же да тоже небольшая машинка помещается из какие-то большие там машины типа как вот в америке любят там минивены или там траки обычно не покупают в японии то есть только покупает те у кого там большой гараж или парковка огромная перед домом поэтому если вы решили купить машину вы например в японии позаботьтесь чтобы у вас было парковочное место ну там у вас например семья много детей вы хотите возить их там куда-нибудь там в детский садик каждое утро детский садик например далеко или у вас жена там примеру сама там уже например хозяйка там ну как у многих японцев жены занимаются полностью всем по дому они там и готовят убирают сами детей отвозят там привозят и кто-то ездит на велосипедах вот например вот на таких мама чаре они здесь называются вот там сзади два сиди это спереди сиденья сзади сиденья для ребенка и плюс там посредине вот мама сидит ну там вот тоже велосипед у них припаркован соответственно а кто-то ездит на автомобиле то есть тут зависит от того то есть если права вот у жены там ну и так далее это тоже как бы расходы есть для семьи получается и немногие японцы готовы на это поэтому они покупают вот им многие японцы покупают велосипеды вот с этим с электродвигателями там кто помогает ездить и все и они катаются просто по ну до садика и обратно какие еще есть сложности с покупкой автомобиля ну во первых это затраты это затраты на содержание автомобиля там техосмотр страховка все вот это надо покупать а это все стоит недешево и я сейчас примерной цены сейчас назову вот к примеру вот с белыми номерами да вот видите машины это стандартный автомобиль то есть обычный данный автомобиль идет то есть как бы уже по полной считает его то есть там уже идет сумма в зависимости от объема двигателя но на вот такой автомобиль цена выходит примерно около 100 тысяч йен около 100 тысяч йен техосмотр стоит техосмотр для нового автомобиля там делать там на пять лет сначала потом на три года свящая потом уже там по два по идет каждые два года то есть надо делать будет следовательно если у вас финансы позволяют и вы как бы но не против там иметь какой-то хороший автомобиль и у вас есть парковочное место вот например как здесь в таком вот райончике да то пожалуйста вот люди покупают и вот обычно уже нормальные машины можно где припарковать есть место куда выйти чтобы не это самое не прям впритык все было до покупают но если люди живут например где-то где очень тесно и там парковки парковочные места узкие то вот такие автомобили не будут покупать а а будут покупать в основном таки кейкар как вот было в начале видео с желтым номером такая маленькая машинка обычно там до 600 до 650 кубов вроде как она там идет объем двигателя и следовательно в ней уже идет как бы меньше места сама нам мелкая и налог на нее тоже меньше то есть налог на дорожный транспортный налог и техосмотр меньше и страховка стоит меньше на нее ну вот такая вот пример действительно вот желтым номером это кейкар называется а вот с белыми номерами это обычная как футсу футсу джидоуша следовательно если люди купили кейкар ну значит они уже все сэкономили немного на их обслуживание потому что много денег будет уходить если у вас например машина уже старая поэтому многие японцы стараются ее продавать после там 10 там 15 лет не не оставляют ее и но обновляют быстрее как бы чем она успевает устареть на такой степени что приходится платить за нее там гораздо больше налога там то что там уже класс экологичности уже не тот и требует требуется там на ремонт больше денег никто этим не заморачивается никто не будет чинить какой-то там и ухаживать за машины пока она там совсем не сломалась в японии только те кто ну непосредственно уже занимается этим как хобби это вот всякие там типа дрифтеры те кто вот любит погонять просто любители хорошей машины например старый такой под старину сделанный вот типа как вот это вот за 3 кабриолет то они ее оставляют она хоть и старый уже тут уже все и уже сколько лет но люди ее оставили для того чтобы именно вот кататься летом где-то вдоль пляжа там еще куда-то ездить здесь как видно вообще машина не пользуется ими никто блатной номер такой тройка машина уже да уже вся такая уже сколько и лет я не знаю но старая и 2 вот и как говорил уже хобби это если там они занимаются дрифтом или же гонки и у них там вот эти сильвы gtr там и остальные модели которые вот популярны в японии но это уже хобби это уже затратно там и налог большой и на поддержка на обслуживание надо много денег вливать там уже затраты несоизмеримые с простым пользу использованием автомобилей они этот автомобиль использовать только для как для развлечения чтобы вот именно как хобби для отдыха еще одна причина по которой люди не берут автомобиль себе не покупает в японии это доступность рентала носим талкаров этого как сказать автомобили в аренду или же каршеринг ну тоже как вот в россии сейчас популярен каршеринг в японии также популярен но не везде он есть каршеринг какие-то каршеринговые компании в токио хорошо но распространены очень много мест парковок где они есть какие-то не очень но вот меня вот есть буклет такой вот одной из популярных компаний nippon rent car многие пользуются данной компанией для того чтобы взять машину в аренду для чего машину берут в аренду тут есть несколько вариантов первый это поездка с семьей куда-либо например на отдых например на выходные на два дня там но либо на неделю если там взяли отпуск там потом второй вариант это поездка с друзьями куда-нибудь вот как сейчас например горнолыжный сезон открытый в январе многие ездят с друзьями покататься на лыжах там берут микроавтобусы там в аренду на один на два дня естественно это намного выгоднее чем брать покупать его полностью как бы оплачивать все это на два дня чтобы не соврать вот сейчас посмотрю сколько это будет стоить вот такой вот буклетик здесь следовательно все цены указаны размер все показан сколько чего и здесь указаны дни или часы вот показано что самое верхнее это на 6 часов до 6 часов потом 1224 значит больше одного дня если вот берется то есть и если больше уже а и каждый последующий час вот если превышение идет на каждый последующий час вот смотрим к примеру мы хотим взять поехать куда-то там но с семьей там или с друзьями отдохнуть вот тут выбирается уже по комфорту вот какой класс там вот вот к это кей кары вот с это уже обычные автомобили идут тут есть полноприводные есть обычные седаны есть значит вот такие эко эко машина вот и power там вот это aqua там подобные модели там prius и потом идут уже вагон ну то есть это если на несколько человек там от 4 и больше и у вас там много багажа лучше конечно там взять этот типа вагона и если у вас там при 6 и более людей то вот пожалуйста вот можно взять high ace вот это самый такой популярный микроавтобус в японии то есть и недорогой мы вот если ездим с друзьями куда-нибудь отдыхать на этом на лыжах покататься или еще куда-то вот берем high ace но не не обязательно вот такой вот с увеличенной там крыши можно взять и вот такой вот тут b который wb 8 человек плюс багаж и цена на сутки 21000 соответственно если поехать даже not не 20 на то сколько вот 22 там с этим со страховкой двадцать две до 23 23 тысячи это на сутки плюс за след за каждый последующий день по 17000 соответственно здесь она два дня брать это выходит 40000 йен ну если вас там 8 человек 40000 йен это по 5000 йен грубо говоря на каждого это немного но то есть как бы по 5000 на два дня то есть машину снять и покататься там день на лыжах съездить это нормальная цена вот три раза в года соответственно 15000 йен вы заплатили да там за автомобиль за три раза ну как бы каждый человек платит да по 5000 15000 йен и все и вам больше автомобиль не нужен он куда-то ездить там вы дальше там работаете все там кто-то и на транспорте ездите надо вам куда-то еще съесть летом там например на пляж еще куда-то опять взяли в аренду еще там 5000 там там с человека да там два-три раза съездили там или на поезде может даже съездить там не обязательно нам на машине и все то есть общей сложности вы затратили на весь вот этот вот годовой скажем так бюджет на автомобиль у вас вышел там ну 20 на 30 тысяч йен и все а тут получается если вы покупаете автомобиль и живете где-то в токио то вам нужно платить ежемесячно только за парковку 30 тысяч йен плюс и вам еще нужно будет платить за как играл техобслуживание какие-то там варианты тюнинга если вы там будете делать в автомобиле если вы живете где-то за пределами токио как я уже говорил парковки здесь подешевле вот например данном конкретном случае около этого дома парковка стоило раньше сейчас не знаю сколько но раньше стоило 8000 я не думаю что поменялось цена вот соответственно эта парковка только для тех кто живет в этом доме а если вы живете где-то в другом доме то вы не можете здесь арендовать место следовательно нужно выбирать дома у которых есть свободное парковочное место если вы хотите использовать там его подведем итоги машины в японии это как в основном как роскошь для многих они как средства передвижения машины в японии люди покупают только по острой необходимости либо если если есть возможность поставить машину рядом вот с домом вот так вот заплатить 8000 за парковку купить небольшую такую машину пользоваться ей по выходным ну вы будете платить конечно больше чем если бы выбрали в аренду ее но если вы пользуетесь достаточно часто и ездите на работу на машине и у вас в работу но рядом с работой парковка там недорогая и ее оплачивает вам работодатель и бензин также оплачивает работодатель то почему бы и нет в другом случае если этого нету то машину в японии ну японцы не будут покупать потому что есть как я уже говорил rental и он не очень дорогой в сравнении если бы покупалась автом покупался автомобиля или же брать в аренду и это я вам скажу еще не самые дешевые это одна из самых дорогих ренталов этот nippon rent car если дешевле поэтому тут как бы нужно смотреть по ценам можно найти даже подешевле и хорошем качестве а и еще одна особенность почему люди любят брать в аренду автомобили потому что машина там в основном всегда практически новые то есть их использовать там буквально немного там год-два-три там до пяти лет там обычно все машины идут там нет таких чтобы убиты какая-то там не не может ездить что-то сломает сломалась в ней там что-то стучит или еще что-то нет таких в основном машин там не держит их сразу продают в rental car там обычно всегда машины как новые то есть вы садитесь все там машина идеально практически вся там вымотов вычищена внутри ничего лишнего там какие-то музыка музыка там есть и тиси карточка есть то есть вы там просто приходите свои карты и тиси вставляете и туда и ездите по платным дорогам то есть вам даже не надо никакие устройства с собой приносить то есть все удобно как бы за это вам не нужно дополнительно доплачивать то есть если же вот обычную машину вы покупаете для того чтобы ездить на ней и и пользоваться и тиси то есть электронными картами там по платным дорогам они выгоднее выходят чем платить так наличкой то вам нужно будет установить там считывать или осчитывать или стоит примерно 30 тысяч самый такой простенький а тут уже как бы вариант или уже она есть она есть во всех автомобилях здесь как бы это нормально но в принципе все что я хотел сказать насчет автомобилей в японии насчет отношения японцев к автомобилям ну и иностранцев следовательно также потому что я сам здесь уже живу почти восемь лет и пока нет желания купить здесь какой-то автомобиль чтобы кататься куда-то хотя вот парковочные места есть но я пользуюсь мотоциклами все устраивает тем более что вот январь середина января и видите снега нету температура достаточно комфортная можно и без шапки ходить ездить на мотоцикле вполне нормально себе ну вот в принципе и все что я хотел сегодня рассказать если у вас остались какие-либо вопросы задавайте их комментариях не забывайте подписываться ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями нас вами был дэн до новых встреч пока